Россию могут отключить от международной системы обмена транзакциями SWIFT в качестве предупредительной меры. Рухнет ли банковская система или у нас готов ответ Западу? Запад заготовил против России новые санкции. Иностранные СМИ уверены, в 2022 году Путин планирует захват Украины. Власти России называют эти сообщения провокацией, но с начала конфликта, который длится более 7 лет, взаимные обвинения только накапливаются. Начиная с 2014 года Запад обвиняет Россию в прямой агрессии против Украины. Хотя мы прекрасно с вами знаем, что вопрос, связанный с вхождением Крыма в состав России, абсолютно легитимный, прозрачный, проведенный через референдум. К этому сейчас присоединяются проблемы также и Восточной Украины, Луганск, Донецк. Байден, возможно, сам и не хотел бы вступать в какую-то серьезную конфронтацию с Россией. Честно говоря, даже его поведение, которое он демонстрирует, свидетельствует о том, что этот президент явно не готов к каким-то решительным действиям, к каким-то активным политическим шагам. Но он идет вслед за американские элиты, за американским эстеблишментом, а там доминируют ястребы. И поэтому он находится в серьезной зависимости от этого курса и таким образом становится сам представителем вот этого ястребинного направления. Надавить на Россию пытаются с помощью угрозы отключения от SWIFT, международной системы обмена транзакциями. Для цели обеспечения внутренних расчетов в российской экономике SWIFT не имеет критического значения. В случае необходимости коммерческие банки российские просто переключатся на нашу собственную систему платежей. Отключение от SWIFT технически не слишком опасно, но при этом неудобно и невыгодно как России, так и всем остальным странам мира. На этом сюрпризы не заканчиваются. В пакет санкций входят ограничительные меры в отношении близкого окружения президента Путина, суверенного долга России и российских энергетических компаний. По словам Романа Пеньковцева, часть запланированных мер противоречат нормам международного права. Возникает закономерный вопрос. Получается, Западу можно нарушать международное право, а Россия, значит, должна следовать строго в русле международного права. Что это, как не политика двойных стандартов? Есть абсолютные сателлиты Соединенных Штатов, которые всегда при любом раскладе поддерживают те решения, которые принимает американская администрация. Я думаю, группа этих стран, она, конечно же, присоединится к санкциям против России и будет действовать соответствующим образом. Но, с другой стороны, мы знаем, что у России есть надежные партнеры в лице того же самого Китая, в лице регионов Центральной Азии и целого ряда других стран, которые, несмотря ни на какие угрозы со стороны США, несмотря ни на какие санкции вводимы против России, продолжат с Россией сотрудничать. Таким образом, потери, которые Россия понесет от сотрудничества с Западом, могут быть восполнены на Востоке. Ариадна Кугушева, Универньюс.